дмитрий каун из ниоткуда в никогда глава одиннадцатая бог это настоящий момент для всех постекающих природой реальности становится очевидно что любое существование ограничено временем при более внимательном изучении времени может прийти осознание что она время существует только в настоящий момент деление этого измерения на прошлое будущее это средствия воспринимаемые всегда в настоящем череды мгновений трансформации всего которые происходят в связи с колебательной природой восприятие сознания напрашивается вывод несмотря на то что настоящее имеет причину и возможно следствие вся наша реальность существует вернее происходит только в настоящий момент перефразирую это осознание нет ничего за пределами текущего мгновения при попытке постичь суть этой фразы посредством понимания ум быстро сдается так как из внимания бросаются причины и следствия и восприятие фокусируется на настоящем посредством состояния при этом возникает очень гармоничное состояние которое не только уже является эффективным улучшением в текущем времени в связи со сразу прекращающимися эмоциональными напряжениями но такая настройка имеет еще парочку значительных плюсов во-первых без приложения усилий как бы сама улучшается происходящее событийная трансформация во вторых при возникновении стремления постичь реальность превосходящую текущую то есть то что преобладает над временем сознание не обремененное умственными соотношениями легко трансформируется в направлении данного постижения но вернемся к тому что все существующие происходит только в настоящем моменте постижение этого посредством состояния не оставляет сомнений в том что природа материальной реальности имеет сознательное происхождение как чувственно эмоциональные грезы воспринимаемая существующей реальность и так как восприятие всех наших отдельных грез осуществования себя и всего остального всегда синхронизированы в текущем настоящем моменте остается единство сознания в котором и происходят все наши якобы отдельные сновидения в одной реальности осознание тотального единства сознания в котором нами проецируется бытие создает идею абсолютности этого состояния сознания превосходящего наши ограниченные временем отдельное состояние и так как все происходящее в настоящем моменте является проявлением абсолютного сознания то есть настоящий момент происходящего бытия это единственно доступное для восприятия проявление бога то есть бог это настоящий момент и больше он ничем не проявлен. Что это значит для пока отдельных нас? Это значит, что своим персональным состоянием переживания настоящего момента мы или соглашаемся с происходящей тотальностью, или сопротивляемся ей. Такое можно фрактально сравнить с отдельными клетками одного организма. Если клетка борется с окружающей реальностью, то и реальность борется с клеткой. Если не борется, то хорошо как самой клетке, так и всему организму. Вот и снова вспомнился третий закон Ньютона. Сила оказываемого давления равна силе возникающего сопротивления. И кстати, раз уж мы затронули тему фрактального соответствия, болезни и событий на неприятности, хоть и имеют правильное логическое объяснение причин своего возникновения и развития, является следствием фрактального отражения собственных негативных переживаний, как реализация на персональном физическом уровне, борьбы, происходящей на эмоциональном уровне, которые проявляются напряжениями от несоответствия персонального представления с тем, какое все уже есть. Да, восприятие окружающей реальности очень зависит от влияния предустановленного мировоззрения. Но если текущее мировоззрение не обеспечивает полноценно легкое и счастливое переживание череды настоящих моментов, именуемой жизнью, то возможно оно не соответствует таким критериям, как эффективность или истинность. Исходя из этого, хотя бы в качестве эксперимента, возможно стоит попробовать иные настройки восприятия. Под иными я подразумеваю прекращение привычного сравнительного отношения, делящего все на наше субъективное правильно и неправильно. И вместо этого, может стоит попробовать, каково это слиться с тотальным течением времени, которые происходят только в настоящем моменте. Почувствовать, какова она свобода от прошлого и будущего, когда сознание никуда не убегает из настоящего. Наслаждение текущим моментом – это самая приятно воспринимаемая сознанием гармония между временем и вечностью. Все наши жизни – это возникновение, течение и прекращение художественных образов в единственном нечто. Причем термин «единственное нечто» максимально буквален. И если перефразировать все выражение, то получится, все якобы отдельные восприятия от первого лица происходят в одном сознании в одном мгновении. Давайте поподробнее. Я прошу вашего максимального внимания. Хорошо? В данный момент. Говоря о данном моменте, я подразумеваю кратчайший промежуток времени. Сейчас, прямо сейчас, не в эту минуту, не в этот час, не в эту секунду. Я говорю про прямо сейчас. Если прямо сейчас вы получите то, что хотите, вы будете счастливы? Четко ответьте «да» или «нет». Если вы получите то, чего хотите, вы будете счастливы? Скажем, вы хотите стакан воды, получив его сейчас. Будете счастливы? Вам нужно столько-то денег, получив их сейчас. Будете счастливы? Вы хотите что-нибудь съесть, получив это сейчас. Будете счастливы? Значит, вопрос не в воде, вопрос не в деньгах, вопрос не в еде. Вы получили, что хотели, и поэтому счастливы. Да? Да. Это так? Допустим, вы не хотите пить. Принесут стакан воды. Будете счастливы? Не обязательно. Не так ли? Нет. Если вы хотите воды, и она есть, а вы ее хотите, вы будете счастливы. Не так ли? Так что важно не то, что вы получили. Важно то, что если в это мгновение вы получите то, что хотите, в это мгновение вы будете счастливы. Это так? Это так? Все согласны? Да. Клинтон, что такое? Итак, сейчас, в данный момент, если вы получите того, чего хотите, вы будете счастливы. У всех так? Да. Или другими словами, Если то, чего вы хотите, это то, что есть сейчас, вы счастливы. Скажем, вам хочется воды. И вот она. Вы будете счастливы? Или же вам хочется столько-то денег, а их столько сейчас есть? Будете счастливы? Вы захотели поесть, а здесь сейчас есть еда. Будете счастливы? Итак, то, чего вы хотите, и есть здесь и сейчас. Мы говорим только о настоящем моменте. О данном мгновении, в самом крохотном промежутке времени. Если то, чего вы хотите, сейчас находится здесь, вы будете счастливы. Это так? Да. Или другими словами, если то, что здесь, это то, чего вы хотите, вы будете счастливы. Сейчас здесь есть стакан воды. И это то, чего вы хотите. Будете счастливы. Если здесь есть деньги, это то, чего вы хотите. Будете счастливы. Если здесь есть еда, это то, чего вы хотите. Будете счастливы. Если то, что здесь, это то, чего вы хотите, вы будете счастливы. Все согласны? Посмотрим на оборотную сторону монеты. Как бы сейчас ни было, может ли это быть по-другому? Да. Как бы сейчас ни было, может ли быть по-другому, чем то, как есть сейчас? Нет. Мы говорим только о текущем моменте. Вы сейчас сидите. Можете ли вы сейчас стоять? Следующее мгновение можно стоять, прыгать, танцевать, но прямо сейчас вы сидите. Прямо сейчас вы можете только сидеть. Это так? Сейчас моя рука в таком положении. Может ли она сейчас быть в таком? Когда она в таком положении, в данный момент она может быть только в таком. Следующее мгновение может произойти что угодно. Может ли кто-то сейчас это изменить? Нет. Значит, то, как сейчас есть, не может быть по-другому, чем то, как все есть сейчас. То, как все есть сейчас, неизбежно. Все, как есть, так и есть, и не может быть по-другому, чем есть в данный момент. Это мгновение неизбежно. Говоря о неизбежности мгновения, неизбежно ли это мгновение? Нет, я спрашиваю не о том, а об этом мгновении. Нет, не то. А вот это? Неизбежно ли оно? А вот это новое мгновение неизбежно? Минуту назад такое уже было. Суть не в этом. Я говорю о данном мгновении. Оно неизбежно? Это осознанность от мгновения к мгновению. Это невозможно превратить в знание. Ну да, я знаю, что мгновения неизбежны. Мгновения не неизбежны. Неизбежно только это мгновение. Да? Следующее является неизбежным? Нет. В следующем есть миллион возможностей. Неизбежно только это мгновение. Это так? Если поехать в Нью-Йорк, будет ли это мгновение неизбежно? Существуете вы или нет, это мгновение неизбежно. Будет ли мироздание или его не будет, это мгновение неизбежно. Не так ли? Это мгновение. Неизбежно ли оно сейчас? Не нужно просто соглашаться. Каждый раз оценивайте заново. Неизбежно ли это мгновение? Нет, не то. А это? Неизбежно? Это и есть осознанность от мгновения к мгновению. Это не то, чтобы... Ну да, я знаю, вы не можете этого знать. Ведь как часто данное мгновение наступало в вашей жизни до сих пор? Никогда ранее. Никогда ранее. Это ведь совершенно новое мгновение? Да. Его никогда не было и никогда больше не будет. Оно наступает только однажды. Это мгновение действительно неизбежно? Да. Я прошу вас взглянуть на это с осознанностью. Неизбежно ли данное мгновение? Да. Нет, не то. А вот это? Оно неизбежно? Да. Не твердите «да». Да. Я хочу, чтобы вы оценивали. Да. Я хочу, чтобы вы оценили это и сказали «так ли это?» Является ли это мгновение неизбежным? Так вот, по своей глупости, вы все время думаете «в случись это, я буду счастлив, в случае 100, я буду счастлив». Счастье приходит к вам не из-за того, что вы женились. Счастье приходит к вам не из-за того, что родился ребенок. Счастье приходит к вам не из-за того, что вас уволили с работы. Нет, нет, это одно и то же. Вопрос только в том, кто решил это сделать. Дело в том, что в тот момент вы полностью принимали происходящее, и поэтому были счастливы. Если бы родился ребенок, а вы этого не хотели, были бы вы счастливы? Нет, сыграли свадьбу, не желая этого, были бы счастливы. Так что счастье пришло не благодаря свадьбе, ребенку, деньгам, тому или иному. К вам пришло счастье, поскольку вы полностью принимали то, что было в том мгновении. Если то, что есть, это то, чего вы хотите, вы будете счастливы. Если то, что есть, это не то, чего вы хотите, вы будете несчастны. Не так ли? Это мгновение действительно неизбежно. Вот это. Когда вы понимаете и осознаете, что это мгновение неизбежно, принимаете вы его или нет? Есть естественное принятие того, что есть сейчас. Как только появляется естественное принятие того, что есть сейчас, счастье становится единственным состоянием. Нет такого, что счастье то работает, то нет. Счастье — это не событие. Счастье — это состояние, в котором должен пребывать человек, не так ли? Счастье — это определенный уровень приятных ощущений, в которых должен существовать человек. Это не что-то, что происходит от случая к случаю. Оно становится чем-то случайным, потому что вы постоянно думаете, «Я стану счастлив, если случится то-то». Вы бываете счастливы не потому, что произошло то или иное событие. Вы бываете счастливы, потому что в это мгновение вы полностью принимаете то, что в это мгновение происходит. Это так? Мы разбираемся с тем, как функционирует счастье. Счастье возникает в вас, потому что вы принимаете то, что есть прямо сейчас, а не потому, что случилось то или иное событие. Рождение ребенка — это не событие. Миллионы рождаются ежесекундно. Но вы принимаете это, и поэтому счастливы. Ежедневно люди женятся и разводятся. Это не является событием. Но в тот момент вы принимаете это полностью. И поэтому вы счастливы. Да? Так что счастье приходит к вам, потому что вы принимаете это мгновение таким, как оно есть. Если вы осознаны и будете сознательно, позитивно, активно принимать то, что есть сейчас, счастье станет для вас единственным состоянием. Другого состояния не существует, потому что счастье — это не событие. Счастье — это непрерывное состояние существования. Сегодня существует достаточное количество научных и медицинских свидетельств, что если вы будете непрерывно пребывать в состоянии удовлетворенности, в течение суток ваш интеллект может удвоиться. На сто процентов может улучшиться то, как функционирует ваш ум, если в течение суток пребывать в полной удовлетворенности. Случалось ли с вами такое, когда вы очень счастливы? Ваши действия полны абсолютной ясности и красоты. Если постоянно сохранять состояние удовлетворенности, ваш интеллект будет почти сверхчеловеческим. Итак, действительно ли это мгновение неизбежно? Сколько раз в вашей жизни происходило это мгновение? Никогда. Никогда ранее. А сколько раз оно еще произойдет? Больше никогда. Сколько раз это мгновение происходило за всю вечность? Однажды. Только однажды. Это мгновение абсолютно уникально. Да? Да. Никогда раньше и никогда больше никто не увидит это мгновение таким, как оно есть сейчас. Это так? Для вас это совершенно новое и уникальное мгновение. Это так? И это мгновение также включает в себя все в том смысле, что... Где вы сейчас находитесь? В этом моменте. Где находится ваша жизнь? В этом моменте. Где сейчас находится этот мир? В этом моменте. Где сейчас вся Вселенная? В этом моменте. Где сейчас все мироздание? В этом моменте. Если существует Творец, где он сейчас? В этом мгновении. Все, что является реальностью, творение или Творец, находится в данном моменте. Это так? Все, что существует в реальности, находится в данном моменте. Но ваш глупый ум никогда не находится в данном моменте. Он постоянно кормится прошлым и справляет свои нужды в будущее. Будущее вам неизвестно. Вы выбираете кусочек прошлого, подправляете его немного и так представляете себе будущее. Да или нет? Да. Ваш ум постоянно колеблется между прошлым и будущим. Вы когда-нибудь проживали предыдущее мгновение? Да, иногда. Проживали? Лея, когда это было? Когда вы прожили предыдущее мгновение? Ну, в моем сознании. В данный момент вы думаете о предыдущем мгновении, не так ли? Иногда я думаю о прошлом моменте. Но в какой момент вы думаете? В данный момент или в тот момент? В данный момент. В данный момент. Вы когда-нибудь проживали вчерашний или завтрашний день? Предыдущее или следующее мгновение? Весь жизненный опыт всегда происходил в этом мгновении. Да? Вы когда-нибудь ощущали что-нибудь кроме этого мгновения? Этот момент есть вечность. Но я знаю, что сейчас в Америке это стало повсеместным лозунгом «Будь в моменте, будь в моменте». Что это за бред? Покажите мне, как можно быть где-то еще. Покажите, как можно быть где-то еще. Делайте, что хотите. Но вы будете только в этом мгновении. Не так ли? Вам не нужно пытаться быть в моменте. Вы в любом случае в этом моменте. Деваться больше некуда. Можете пытаться как угодно. Вам нигде больше не оказаться. Когда вы живете, вы живете в этом моменте. Когда вы умираете, вы умираете в этом моменте. Не так ли? Этот момент — ваш единственный путь и к творению, и к Творцу. Остальное — лишь фантазии. Все эти идеи о прошлом и будущем — ваше прошлое. Это просто память. Будущее — это просто воображение. Проекция прошлого. Для жизненного опыта, если вы хотите соприкоснуться с жизнью, единственная тропинка — это данный момент. Это так? Если вы хотите ощутить реальность, либо мироздание, либо Творца, есть лишь одна дверь. Это мгновение. Если вы не в этом мгновении, что невозможно, но если вы полагаете, что вы где-то еще, вы упускаете то, что есть здесь. И дело даже не в ощущении счастья, а в том, что ваша жизнь проходит мимо. Если вы не осознаете неизбежность того, что есть здесь сейчас, вопрос будет не в стремлении к умиротворению и счастью, а просто ваша жизнь пройдет мимо, потому что у вас галлюцинации. Все, что является реальностью, находится в данном моменте. И если у вас нет к нему доступа, значит, вы видите галлюцинации. Оглянитесь с осознанностью и посмотрите, сколько таких мгновений реальности. Нет, нет. Много ли в вашей жизни тех мгновений, когда вы действительно ощущаете реальность? Для большинства людей это лишь моменты боли и опасности. Редко для кого это происходит в моменты любви и радости. И очень мало для кого в моменты абсолютной осознанности. Всех же остальных только мгновения экстремальной боли и опасности возвращают в текущий момент. В остальных случаях они все подобны феям, летающим повсюду, не знающим даже вкуса жизни. Им известен только вкус раздумий, а вкус жизни им не знаком, потому что все, что с ними происходит, относится к психологии. Это хорошо для вашего бизнеса. Вознес-Амалия. Много клиентов, но жизнь проходит мимо, не так ли? Вся значимость мироздания и его источника упускается из виду только потому, что это единственное неизбежное мгновение всегда ждет вас, никуда не исчезает. Да? Девается ли оно куда-нибудь? Оно всегда здесь. В каждое мгновение вашей жизни дверь открыта. Просто вы отворачиваетесь. Не то, чтобы дверь была заперта, и вам нужно было совершить усилие, чтобы открыть ее. Кто-то сказал, стучите, и вам откроют. Я же говорю, что эта чертова дверь открыта. Не нужно стучать. Просто пройдите в нее. Она всегда открыта. Она закрыта? Она закрыта? Нет, не закрыта. Дверь мироздания, дверь к Творцу не закрыта. Она открыта каждое мгновение. И вы всегда в этом мгновении. Жизнь определила для вас, что вы не можете покинуть это мгновение. Делайте, что хотите. Но если вы захотите избежать этого мгновения, вам придется избежать самой жизни, чем люди с успехом и занимаются, прячась в расщалинах своего ума и избегая жизни. Разве не так? Вы пришли сюда, чтобы испытать жизнь на опыте или уклониться от нее. Давайте с этим разберемся. Испытать жизнь. Если вы хотите испытать жизнь, то единственное место, в котором ее можно испытать, это через дверной проем данного мгновения. Не так ли? И вам не нужно пытаться быть в этом мгновении. Жизнь вас в этом мгновении закрепила. Вам всего лишь нужно осознавать, что это мгновение неизбежно. Это мгновение неизбежно? Это мгновение неизбежно. Нет, не говорите так. Я спрашиваю об этом. Этот момент неизбежен? Да. Да. Вот и все. И не может быть никаких вопросов. Хорошо спрашивайте. Я наслаждаюсь этим неизбежным мгновением благодаря выбору, который я совершил ранее. И я размышляю, что вот, я не наслаждаюсь этим моментом из-за неизбежного момента, который насыпет в будущем. Так как же вязать между собой выборы, которые иногда совершаешь? Это мгновение неизбежно? Да. Я хочу, чтобы вы подумали и сказали мне, они соглашались со мной. Это мгновение. Это самое мгновение неизбежно? Да. Я хочу, чтобы вы посмотрели на это с максимальной осознанностью, на которую вы сейчас способны. Это мгновение неизбежно? Да. Просто продолжайте вот так наблюдать. И тогда все эти вопросы растворятся. Потому что вы пытаетесь воспринимать мгновение, как те мгновения, данное мгновение, будущее мгновение. Такого не существует. Никогда не было того мгновения. И никогда не будет будущего мгновения. Есть только это мгновение. Это мгновение — вечность. Не так ли? Прошлое и будущее мгновение — это все ваша выдумка. В реальности существует лишь это мгновение. Это так? Но ведь было же и прошлое. Прошлого не было, было только настоящее, всегда есть только настоящее. Вы вспоминаете настоящее, которое теперь стало прошлым. Существует ли где-нибудь здесь вчера? Существует ли оно где-нибудь, кроме вашего ума? Вчерашнего дня уже не существует, не так ли? Или существует? Нет. Но то, что произошло 10 лет назад, может приносить боль. То, что может случиться завтра, уже приносит вам боль. Да или нет? Вот о чем вы спрашиваете. О том неизбежном мгновении, которое может наступить завтра. Нет того или этого мгновения. Вам больно от того, что случилось 10 лет назад? Вам уже больно от того, что может случиться завтра? А значит, вам больно от того, чего не существует. Если вас ранит что-то несуществующее, если вам причиняет боль то, чего нет, как правильнее сказать, вы нормальны или безумны? Безумны. Вот откуда вся ваша боль берется. Не так ли? Этот момент никогда не причиняет вам боли. То, что было вчера, то, что может быть завтра, вот что причиняет боль. Не так ли? Да или нет? Значит, вы страдаете от того, чего не существует. Является ли это определением безумия? Малия. Когда люди начинают страдать от того, чего не существует, считается ли это клинической ненормальностью? Единственное утешение в том, что все вокруг такие же. Что такого особенного? Ведь все вокруг такие. Но фраза «все вокруг такие» не является решением. Это всего лишь утешение. Не так ли? Да? Так что вопрос в том, ищите ли вы утешение. Если вы ищите утешение, то все это необязательно. Просто верьте, что Бог ведет вас за руку, и все будет прекрасно. Вот вам утешение. Вы будете хорошо спать по ночам. Но если вы ищите решение, вы должны посмотреть жизнь в лицо. Вы должны увидеть ее, как она есть, а не такой, какой она по-вашему должна быть. Да? Сейчас вы всю свою жизнь быстро или так? Вы счастливы, только если происходит так, как вам кажется все и должно происходить. Не так ли? И при этом, не моргнув глазом, вы говорите, что верите в Бога. Одна и единственная причина, почему кто-либо несчастен, состоит в том, что жизнь не складывается так, как считает нужным Он. Да? И даже не моргнув глазом, они утверждают, что верят в Бога. Если вы верите в Бога, в чем тогда проблема? Жизнь определенно должна складываться так, как считает нужным Он. Да или нет? Если жизнь складывается не так, как вам нужно, наверное она складывается так, как считает нужным Бог. Не так ли? Так вы будете даже лучше? Нет. Кто, по вашему мнению, более разумен? Вы или ваш Создатель? Это же очевидно, не так ли? Раз вы такие умные, тогда тот, кто вас создал, должно быть гораздо умнее вас. Не так ли? Так должна ли жизнь складываться так, как хочется ему, или так, как хочется вам? Нет, нет, я хочу так, как хочется мне. Какая разница, чего хочется ему? Он должен все делать так, как я хочу. Да? Каждый день. Почти половина населения, или, возможно, 70% населения, ежедневно указывают Богу, как нужно управлять планетой. Люди постоянно указывают Богу, как ему управлять этим миром. Если бы кто-то вам постоянно указывал... Допустим, вы приходите на работу. Чем вы занимаетесь? Я кто? Не пойдет. Чем вы занимаетесь? Чем вы занимаетесь? Хорошо. Ну вот, вы разработчик программ. Вы приходите на работу, и каждый день кто-то к вам будет подходить. Да что вы знаете о программах? Программы должны быть такими. Сегодня сделаете то-то, то-то. И так каждый день. Как вы поступите? Он больше не будет работать в моей компании. Нет, представьте, что вам от него не избавиться. Это ваш брат, или отец, или дядя, или еще кто-то. Как вы поступите? Ну, тогда это проблема. Предложите что-нибудь пожилее. Я бы сказал, чтобы он отвалил. Если бы это не сработало. Пусть бы его молния разразила. Да. Видите, она. Вот как бы вы захотели поступить. Этого идиота, ежедневно указывающего вам на то, что вы и так знаете. Вы захотели бы, чтобы его молния разразила? Или еще как-то? Не так ли? Каково же должно быть ежедневно приходиться Богу, когда всяческие идиоты рассказывают ему, чем ему сегодня заняться? Разве не утомительно? Каждый день слушать людей, объясняющих вам то, что вы и так знаете, как делать. Так неизбежно ли это мгновение? Да. Я спрашиваю вас. Подумайте и скажите. Не нужно соглашаться со мной. Это мгновение. Сейчас. Прямо сейчас. Подумайте заново. Оно неизбежно? Да. Не то. Вот это. Да. Потому что природа вашего ума такова. Ну да, понятно. Теперь я знаю. Мгновение неизбежно. Нет. Это абсолютно новое и уникальное мгновение. Вы никогда ранее с ним не встречались. И никогда не встретитесь снова. Вам нужно подойти к этому с абсолютной осознанностью и поразмыслить о том, неизбежно оно или нет. Оно неизбежно? Да. Если вы по-настоящему осознанете неизбежность того, что есть сейчас, можете ли вы испытывать страдания? Я спрашиваю вас. Можете ли вы испытывать страдания? Если вы действительно принимаете неизбежность того, что есть сейчас, сможете ли вы страдать? Нет. Сможете ли вы злиться? Нет. Будет ли у вас страх? Нет. Весь жизненный негатив, который вы стремитесь преодолевать, исчезает, когда вы обретаете связь с истиной. Сила страданий и ваша удаленность от истины обратно пропорциональны. Или, простите, прямо пропорциональны. Насколько вы далеки от истины, настолько же сильны и ваши страдания. Насколько вы близки к ней, настолько же ваши страдания и малы. Если вы погружены в нее, страдания быть не может. Если вы истинно принимаете неизбежность того, что есть сейчас, тогда это конец всех страданий. Не так ли? Все возникающие у вас страдания являются либо ментальными, либо физическими. Возможно, физическая боль. Но есть различие между болью и страданием. Боль имеет физическое происхождение, и она для вас полезна. И вот почему я это говорю. Видите ли? Те места, где в теле нет боли, смотрите, что вы с ними делаете. Например, вот это, вот это. Посмотрите, как по-разному вы их срежете. Единственная причина, что вы их срежете, в том, что это не больно. Не так ли? Представьте, что ваш нос не чувствовал бы боли. Сколько форм вы бы ему сейчас придали? Несмотря даже на боль, в Калифорнии вы ее игнорируете и делаете персинг в десяти различных местах. Да? Представьте, что боль бы исчезла из всего тела. Стало бы модным вытаскивать кишки, перекидывать их через плечо и так ходить. Да или нет? Если бы боли совсем не было, вы думаете, люди не стали бы так делать? Они бы и сердце стали носить снаружи. Не так ли? Когда вы переходите дорогу и проезжает велосипед, вы отходите не из скромности. Вы знаете, что это может принести боль. А если бы боли не было, хоть грузовик мог бы проехать? Да или нет? Вы выживаете только благодаря боли, а не благодаря здравомыслию. Пожалуйста, осознайте это. У человечества пока не накопилось только здравомыслие, чтобы люди в любом случае себя сохраняли. Нет. Люди сохраняют себя только благодаря боли. Не так ли? Если бы боли не было... Вы видели, о чем фотосируют в фильмах? Когда нет боли, разные сверхлюди отрубают себе руки, появляется новая рука. Видели такое? Вот что они воображают. Мир без боли означает, что можно искажать свое тело. Через него может пролететь пушечное ядро. Люди до сих пор фантазируют о таком. Не так ли? Если бы не было боли, люди бы в себе дыры делали, выворачивали бы себя наизнанку, делали бы все в подобном роде. Так что боль для вас полезна. Вы по-прежнему существуете только благодаря боли, а не вашему здравомыслию и интеллекту. Пожалуйста, знайте это. Боль — это хорошо. Но страдания создаете вы сами. Но когда я испытываю боль, как я могу не страдать? Если вы истинно принимаете то, что есть в данный момент, тогда будет только боль. Страдания не будет. Примеров множество. Как, допустим, несколько лет назад. Это было, когда я буквально жил, не слезая с мотоцикла. И вот я куда-то ехал, и произошла одна из тех дурацких аварий, когда я сидел на припаркованном мотоцикле, и кто-то врезался в меня, иначе срастек мне мышцу голени. Подножка мотоцикла вонзилась мне прямо в мышцу голени. Подножка не острая. Вы ведь знаете, как она выглядит. Так вот, она упиралась прямо в кость. У меня жутко идет кровь, а я в деревенской местности. Забегаю в ближайший амбулаторный пункт и иду к доктору. Мне приходится разрезать штаны и показать ему весь этот кошмар. Доктор осматривает ногу и говорит, «Я ничего не могу с этим сделать. Вас нужно направить туда, где есть анестезия. Я этого сделать не могу. Здесь ничего не приспособлено. Я спорю с ним, потому что мне нужно продолжать путешествие. У меня график». За все 29 лет я ни разу не нарушил договоренности о встрече. Я ни разу не опоздал ни на одну встречу. Конечно, чтобы этого добиться, потребовалось многое. Так вот, мне нужно ехать. Нужно продолжать путешествие. Он говорит, «Никуда вы с такой ногой не поедите. Вам в больницу нужна». А я стою и спорю с ним. Тут спор прекращается, потому что к этому моменту из меня на пол в амбулатории уже вытекла целая лужа крови. Он на нее смотрит и приходит в ужас от того, что я могу скончаться прямо в амбулатории. И тогда начинает оперировать. Он накладывает около 56 швов в три слоя. И пока он это делает, я ему рассказываю, как это произошло, кто я, чем занимаюсь и все такое. Доктор все это время пыхтит и потеет. И когда заканчивает, он спрашивает меня, «Вам что, не больно? Вы общаетесь, как ни в чем не бывало? Больно было ужасно. Боль в ноге была невыносимой. Просто я не превращал ее в страдания. Вот и все». Если вы истинно принимаете то, что есть в данный момент, все будет таким, как оно есть. Если же вы не принимаете этого, то начинаете преувеличивать. Когда разрезана нога, только она и болит, не так ли? «Ох, я повредил ногу так и так!» И это усиливается у вас в голове в тысячу раз и становится страданием, не так ли? «Нога рассечена, она болит». Безусловно, она болит. Но вам не нужно переносить это в свой ум и преувеличивать. Мозг отлично умеет все преувеличивать, не так ли? Вообще-то, когда вы смотрите на меня, на изображение на вашей сетчатке, я вот такой крохотный, где-то 3 мм ростом, вот какой я у вас на сетчатке. Но в вашем представлении я нормальных размеров, не так ли? Или чуть масштабнее, чем в жизни. Я не знаю, каким вы меня видите. Но как ни посмотри, в вашем сознании происходит преувеличение, не так ли? Изображение, попадающее на экран, вот такое маленькое. А вы видите его большим. Ум хорош в вопросах преувеличения. Даже если боль небольшая, ум берет это и преувеличивает в миллион раз, превращая все в одно огромное страдание. Разве это не происходит все время? Примеров сколько угодно. Есть одно прекрасное... Есть здесь кто-нибудь из Тамиланада? Ну да, всегда кто-нибудь из тамильцев есть. Так вот, на юге Индии есть место под названием Карур, а около него есть место под названием Нерур. Вы слышали о Неруре? Был такой мудрец, которого звали Садаши Вабрамендра. Это непризносимо, но не суть. Он Ниркая. Ниркая означает «йогин без тела». Йогин без тела значит, что он не чувствует тела. Мы сейчас обсуждали 72 тысячи надей. Да? Энергетическое тело — это сложный механизм, состоящий более чем из 72 тысяч компонентов. Эти 72 тысячи путей или каналов, которые называют надей, составляют пранама и кошу, или энергетическое тело. Для того, чтобы вы могли здесь находиться, не все из этих 72 тысяч активны. Чтобы физически жить в этом мире, все они вам не требуются. Если активны буквально несколько из них, можно прожить полную жизнь и уйти. Если же активизируются все 72 тысячи надей, вы будете сидеть здесь и не чувствовать тело. Тело не ощущается. И поскольку тело не ощущается, время теряет значение. В процессе этих сосей вы дважды посещаете туалет. Во время обеденного прерыва вы снова идете в туалет. Я же сижу здесь. Не потому, что в этом есть что-то великое, а просто потому, что нет чувства тела. Возможно, у меня так же затекла нога. Возможно, она тоже болит. Но когда я здесь, чувства тела нет. Если увеличить энергию до максимального резонанса, у вас не будет чувства тела. Такого йогина называют ниркая. Это бестелесный йогин. И будучи бестелесным, он никогда не задумывался об одежде. Он просто ходил голышом. У него никогда не возникало мысли об одежде, ведь у него нет тела. Даже сегодня можно увидеть. Даже сейчас в Индии есть несколько миллионов йогинов, которые повсюду ходят голыми, потому что они не ощущают тела. А когда тело не ощущается, сама концепция одежды не имеет никакого смысла. И вот он просто ходил обнаженным. И оказался в королевском саду. А там король отдыхает со своими королевами. И тут подходит этот человек. Король видит, как он проходит обнаженным перед его женщинами. И приходит в ярость, что за глупец делает такую оскорбительную вещь, ходит обнаженным перед моими женщинами. Он посылает своих солдат. Солдаты окликают его, чтобы остановить. Тот не останавливается и продолжает идти. Они приходят в ярость, достают мечи, и один из них наносит ему удар сзади. Его рука падает отрубленной, а он продолжает идти, как и шел. Даже не оглядывается, чтобы посмотреть. У него отвалилась рука, а он продолжает идти. Солдаты приходят в ужас. Перед ними необычное существо. Это ведь не голливудская выдумка. У человека рука отвалилась, а он просто идет дальше. И вот в ужасе, они падают к нему в ноги и приводят его назад. Король и все остальные просят у него прощения и поселяют его в этом саду. Он стал там жить и давал учения. И даже сейчас его могила находится в этом месте. Это место стали посещать люди. Неруш стал известен именно благодаря ему. Поскольку он жил в этом саду, это место стало знаменитым. Возможно, более популярный для всех вас пример это Иисус. Если бы кто-то забивал гвозди вам в руки и ноги, что бы вы делали? Вы бы кричали, визжали и проклинали весь свет, не так ли? Разве это не было бы для вас естественным? Но он, похоже, сказал, не ведают о них, что творят. Может ли человек сказать такое, когда страдает? Означает ли это, что его тело не испытывает боли? Возможно, его тело было больнее, чем вашему. Возможно, он был более чувствителен, чем вы. Боль, безусловно, была. Но страдания не было. Потому что страдания — это всегда в ваших рук дело. Боль — это естественный процесс в теле. Это часть чувства сохранения в вас. Испытывать боль жизненно необходимо. Иначе, когда бы вам этого не захотелось, вы бы разбрасывали своими пальцами, вы ковыривали себе оглазные яблоки, всякое бы вытворяли. Боль — это очень полезная штука. Она придает вам человеческий вид. Иначе вы бы давным-давно его потеряли. Но страдания — это на 100% в ваших рук дело. Это так? Страдания создаете вы сами. Потому что, что бы ни случилось, вы преувеличиваете это в своей голове. Вы уводите это туда, где реальности уже не существует. Если вы находитесь в реальности, она лишь данное мгновение. Если вы примете то, что есть здесь сейчас, это будет окончанием страданий. В таком человеке страдания быть не может. И мы приоткрываем эту дверь для вас. Потому что если вы будете оставаться в контакте с истиной в течение некоторого времени, и под некоторым временем я подразумеваю ни тысячелетия, ни год, ни всю жизнь, и даже не час. Я говорю о нескольких мгновениях. Если вы пробудете в осознании неизбежности того, что здесь есть сейчас, в вас произойдут феноменальные изменения. Изменится ваше тело, изменится ваш ум, изменится все в вашей жизни. Если вам удастся за сутки, в следующие сутки, если в течение одной минуты вы будете осознавать, что это мгновение неизбежно, на следующее утро вы станете Буддой. Что? Я стану Буддой за одну минуту? Да. По сути, для этого не нужна одна минута. Я говорю о минуте, чтобы это прозвучало правдоподобно. Но сейчас ваша осознанность такова. В одно мгновение вы здесь, следующее где-то еще, одно мгновение здесь, следующее где-то еще. Проблема в том, что ваш ум хочет постичь это. Ваш ум хочет это постичь, но постичь это невозможно. Истина — это не то, что можно понять. Вы должны ей поддаться. Другого способа нет. Все мироздание существует по воле истины, не так ли? Целое мироздание умещается в неизбежности этого мгновения, не так ли? Вы просто песчинка в этом мироздании. Как же вы сможете это постичь? Вы не сможете постичь этого. Если попытаетесь понять, вы получите какое-то представление об этом. Но ваше представление — это ваша выдумка. Да? Что значит иметь представление? Это значит, вы это выдумали. Ваши представления вам не помогут. Если пытаться вести правила, принимать каждое проходящее мгновение — это не поможет. Вы станете сонными и пассивными. Просто осознавать. Дело не в том, чтобы это понять. Вы находитесь внутри истины. Если вы осознаете это, тогда это всё. Тут нечего понимать. Понимаете? Ну да, сейчас-то да, но... Значит, не понимаете. В данный момент не понимаете. Каким может быть данный момент? Вы не понимаете. Это всё, что есть сейчас. Если поймёте, то значит, вы всё поняли. Всё настолько просто. Понимаете? Всё настолько просто и настолько очевидно. Но ум стремится это ухватить. Вы не можете это ухватить. Вы заключены в моменте. Вы не можете его ухватить. Если вы отдадитесь на волю этого мгновения, вы достигнете цели. Делать ничего не нужно. Всё уже на месте. Делать ничего не нужно. Делайте со своей жизнью всё, что вам захочется, осознавая, что это мгновение неизбежно. Можете ли вы бегать, думая, что это мгновение неизбежно? Да? Осознавая, что это мгновение неизбежно, можете ли вы бегать? Можете ли вы есть? Можете ли вы работать в офисе, лежать в постели? Можете делать всё, что захотите, просто осознавая, что это мгновение неизбежно. Эта неизбежность не ограничивает вас. Это единственная свобода, которая у вас есть. Когда я говорю, что она неизбежна, ваш ум говорит, «Я что, застрял в этом мгновении? Как же я буду делать это, то...» Это единственная свобода, которая у вас есть, потому что это точка опоры вашего существования, не так ли? Да? Это основа вашего существования. Это единственная свобода, которая у вас есть. Но могу ли я думать о завтрашнем дне? Думайте о завтрашнем дне, думайте на миллион лет вперёд, но осознавая, что вы находитесь в этом мгновении. Думать о вчерашнем дне или думать о завтрашнем – не проблема. Вы пытаетесь попасть у вчерашний и завтрашний дни – вот в чём проблема. Думать о завтрашнем дне – не проблема, но верить, что вы в нём находитесь – это сумасшествие. Да или нет? Да. Да? Если вы думаете о вчерашнем дне – нет проблем. Если вы начинаете жить в нём, вы охвачены безумием. Не так ли? Так что думать о вчерашнем дне, планировать завтрашний – это не проблема. Осознавая, что это мгновение неизбежно, используйте своё тело и ум в полной мере их способностей. Никаких проблем. Но потеряв эту осознанность, вы потеряете единственный фундамент своего существования, и вас охватят галлюцинации. Стоит галлюцинациям охватить вас, вопрос не в том, приятными они будут или неприятными, а в том, что жизнь будет проходить мимо. Всё дело исключительно в принятии. И когда этот процесс продолжительный, вы учитесь принимать пассивно. Если вы принимаете что-либо пассивно, вы становитесь апатичными. У вас становится меньше и меньше жизни. Но в данном случае речь об активном, динамичном принятии того, что есть сейчас. Вопрос не в том, чтобы принимать так. Жизнь всё равно приносит боль, надо её принять. Жизнь не приносит боли. Это мгновение такое, как есть. Оно не может быть другим, чем оно есть. Это и есть реальность. Если принять это мгновение таким, как оно есть, всё становится частью вас. Что бы вы ни приняли, оно становится частью вас. Если ваше принятие всеобъемлющее, то всё становится частью вас. Знакомы ли тем из вас, кто носит очки? Когда доктор их вам прописал, первый день вы надели их и подумали, о боже, как я буду эту ерунду носить. Они такие тяжелые. Вам постоянно хотелось их снять. А затем, спустя годы, вы приняли их как часть себя. Возможно, вы в них иногда ложитесь спать и даже идёте с ними в душ, потому что не чувствуете, надеты они на вас или нет. Они просто стали частью вас. Не так ли? Всё, что вы принимаете, всегда становится частью вас. Всё, чему вы сопротивляетесь, становится у вас на пути. Пожалуйста, сознайте это. Это справедливо даже в отношении людей. Если вы кого-то принимаете полностью, вы чувствуете его как часть себя. Не так ли? Любовные отношения – это лишь более глубокий уровень принятия вами человека, когда вы начинаете чувствовать его почти как часть себя. Не так ли? Да или нет? Если вы не принимаете его, он сразу как будто из другого мира. Не так ли? Я противлюсь ему, он из другого мира. Если я его принимаю, тогда, если я приму его полностью, он станет на сто процентов частью меня. У нас есть продвинутая программа, которая называется «Бавас Пандана». И вот что на ней происходит. Это научный процесс. Допустим, здесь сидят два человека и принимают, 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 принимают. Я повторю, принимают много раз. И вот почему. Почти в отношении всего в этом мире у вас есть много слоев сопротивления. Я хочу, чтобы вы честно взглянули на это. Возьмите самого дорогого вам человека и посмотрите, сколько слоев сопротивлений у вас по отношению к нему. Что уж говорить про кого-то с улицы. Это так? Разве у вас нет множества слоев сопротивления к самому близкому для вас человеку? По мере того, как вы принимаете, 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 наступает такой момент, когда вы в полном принятии, и уже не существует двух человек. Я даже не знаю, кто этот человек. Он сидит со мной. И когда мое принятие абсолютно двух людей не существует. Это не то, что подумать и ощутить, ну да, мы оба единое целое. Не так. На самом деле нет двух людей, а есть лишь одно существо. Подобно тому, как вы ощущаете пять пальцев на руке, так же вы ощущаете и вот этого, как часть себя. Когда в этом зале сто, двести человек, бывают моменты, когда эти сто человек ощущают себя как единое существо. Если сидите здесь, вы ощутите всех этих людей как часть себя. После этого нужно ли мне будет учить вас нравственности? Будьте добрыми к этому человеку, не убивайте вот того, не навредите этому. Вам это будет нужно? Только потому, что весь масштаб человечности не был исследован. В качестве замены подсунули нравственность, а она никогда не срабатывала. Она лишь делала вас более изощренными, чем раньше. Не так ли? Да или нет? Нравственные ценности заставили людей размышлять и во многом делать более изощренно все то же самое. Не так ли? Да. Но то, чем является человеческая природа, то, что несет в себе эта жизнь, если она расширится, вам не потребуется нравственность. У вас и так все будет прекрасно. Потому что сегодня современная наука доказывает вам, что в то время как вы здесь сидите, каждая клетка вашего тела находится в постоянном взаимодействии со всеми в мироздании. Это научный факт. Если бы вы ощутили это на собственном опыте, вам не нужно было бы объяснять, как быть с ближним. Не так ли? Потому что нет никакого ближнего. Есть только вы. Когда все вокруг – это вы, мы говорим – это йога. Йога означает единство, когда на опыте для вас все становится единым целым. Двух больше нет – все становится единым целым. Вы в полном единении со всем. Нет никаких проблем ни с чем. Вам вообще не известно, что такое проблемы. Потому что существуете только вы и ничего больше. Так и нужно существовать. Должны быть только вы. Остальные – всегда настоящий ад. Не так ли? Жизнь прекрасна только, когда вы переживаете небольшой опыт единства. Но когда есть кто-то другой, неважно кто, возникает проблема. Не так ли? Когда происходит взаимодействие и появляется небольшой опыт единства – это хорошо. Но когда одно отдельно, другое отдельно – всегда возникают сложности. Не так ли? Если ваше принятие абсолютно, вы можете ощутить все мироздание как самих себя. Просто физическая наука, которая говорит о том, что все является единой энергией. Это и то. Лишь ваше представление, ваше восприятие – это нереальность. Это не то, как все есть. Если вы в полном принятии, это может произойти прямо сейчас. Дело не в том, через сколько это произойдет. Много времени это не займет. Все это прямо сейчас. На это не требуются ни минуты, ни мгновения. Все это прямо сейчас. Если вы в полном принятии, это существует прямо сейчас. Это не то, что происходит по прошествии времени. Если вы хотите стать открытыми шаг за шагом, тогда это займет время. Если вы хотите стать открытыми прямо сейчас, это есть прямо сейчас. Вы не находитесь в сейчас. Вы думаете о сейчас. Мы сидим в одном зале. Дышим одним воздухом. Едим одну еду. Но в данное мгновение то, как я себя внутренне ощущаю, я не поменяю ни на что на свете. Если вы принесете мне целый мир, я не заключу с вами сделки. Потому что это гораздо больше. И на такое способен каждый человек. Когда дело касается внутренних способностей, нет того, кто был бы наделен больше другого. Этого не произошло, потому что вы никогда не смотрели в этом направлении. Вот и все. Что касается жизни во внешнем мире, все мы имеем различные способности. Но когда речь о том, что внутри, все мы, каждый из нас, имеет равные способности. Это просто вопрос внимания. Если уделять достаточно внимания, то в человеческом сознании нет ничего, что нельзя было бы открыть. Если проявить должное внимание, в этом мироздании нет ничего, что могло бы укрыться от такого безграничного сознания, как то, которым является вот это. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok